Клуб боевых пионерок. Тебе ж такие нравятся, а? Не смешно. Здарова, братаны! Вы на канале Диафплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить мод двое эра-славия. Погнали! Почему? Не говорить про улыбку, если чё, кто забыл. Поверь мне, чувствую, что старыми фразами ты снова доведёшь нас до беды. Я мысленно пожал плечами. Да так, извини, что отвлекли. Ничего. Уф, молодец, избежал катастрофы. Да объяснишь ты, наконец? Считай это интуицией. Объяснить не могу. А теперь вперёд из басней. Ещё раз прости, что отвлекли. Я пошёл в сторону домика вожатой, стараясь не смотреть на смущённую Лену. Она была и такой, и не такой. Как будто я ожидал, что она будет другой, но... Не знаю, может во сне её видел. Тем временем мы были на пороге домика вожатой. Так, я не буду спрашивать, что там было, но лучше бы нам пообщаться потом. Ты, похоже, знаешь, тут намного больше меня. Или вспомнил. В сполохи, обрывки, ничего цельного. Но пообщаться надо, согласен. Давай отложим пока. Леся, пожалуй, плечами постучала. Выйдите, открыто. Хм. В этот раз Цербер. Голосу в голове замолчал. Чё? Ничего. Она тут тоже обычная. Не бери в голову. Ха. Тебя бы не брать в голову, но ты уже тут. Я могу и помогать. Надеюсь. Мы ввалились в домик вожатой. Та же Ольга, тот же домик. Но мне он нравился. Правда, похоже, что Ольга была в этот раз не одна. На кровати раскладывал вещи пионер. Очень похожий на того, которому я прописал вторец в автобусе. Но не он. Не он. Не он это. Точно тебе говорю. Откуда инфа? Будут профы? Я тебе не пи... Не пидевики. Просто чувствую. Наконец, последние новенькие пришли. Вы почему опоздываете? Извините, мы с автобуса сразу вот сюда вот. Да. Славяна провела. Алексей. Олеся. Семён. Мы вздрогнули. Даже пионер решил представиться. Очень хорошо. Я Ольга Дмитриевна, старшая вожатая лагеря. Да не такая и страшная. И вожатая вашего отряда. Добро пожаловать в лагерь. Боевого таскания мешков. Ты о чём вообще? Ты не поймёшь. Эту шутку тут в лагере знают. О, да. Так. Тут место занято. Подумаю, где ещё места есть для вас. Плес, девочкой поселите меня. Оу. Да у нас как-никак гормон... Да у нас не как гормоны проснулись. Выспались. Не к тебе обращаюсь. Эх. Никакого тебе уважения. А ведь с этим я тоже мог бы помочь. Да ну? Ну, выбора у нас немного, как я помню. Кого предпочитаем? В смысле? Эх, ты ж только двоих девочек видел. Ну, есть ещё Мику, Алиса и Улька. Женя и Виола, но это для эстетов. Да о ком-то вообще, я их не знаю. Сам недавно говорил про Мику. Я вообще ляпнул не по гуглим. Ладно, тогда рано пока. Знакомься с девочками, потом выбирай. А я, может, помогу подселиться к одной из них. Эм, Алиса? Не советую. Почему? Насколько я не ошибаюсь, она своему парню нос сломала. Фига себе отношения. За что? Без понятия. Сам спроси, если не боишься. Но я бы выбрал кого попроще. Идите пока к складу, по карте посмотрите где. До ужина возьмите форму, а потом в столовую или ко мне, если успеете. На ужин услышите звук горна. Подойдите к столовой. Спасибо вам, Ольга Дмитриевна. Спасибо. Мы вышли из домика вожатой. Интересно, чё там делает Семён? Тут одно из двух. Или просто его на первое свободное место подселили. Или он решил подкатить к вожатой. У нас другие дела. Тупить не советую особо сегодня. Времени не так много. Леся была какая-то задумчивая. В какой раз уже это происходит, а? Не помню. Помню только из сегодняшнего начала до перезагрузки. Перезагрузки? Ты голос не слышала? Перезагрузка через 3, 2, 1. Нет. Как-то сразу к тебе это Лена подошла. Коснулась и всё мрак. Потом мы в автобусе снова. Я голос слышал. Как будто система перезагрузка. Это странно, но имеет смысл. Как компьютерная симуляция. Но неужели мы в виртуальной реальности? Как полигон. Вспышка. Ой, бля. Я вспоминаю зал, где мы надевали шлемы. Какие-то боевые симуляции, стрельба, отработка ударов. Но я тогда не знал Лесю. Та-та... Другие были со мной в команде. Кто? Не помню ни лиц, ни имён. Тем временем мы продолжали идти. Мы в звезде с тобой не так давно знакомы. Десяток заданий. Да, что-то такое помню. Но нас растили примерно одинаково. Без родителей. Пока я думал, что же вспомнила она и что я, мы дошли до склада. Улыбнитесь, и сейчас вылетит Славя. О, а вот и вы снова. Со Славей определённо что-то не так. Будь осторожен. Нас Ольга Дмитриевна направила за формой. Поможешь? Славя улыбнулась мне. Вспышка! Я помню, как тут же стоял у склада. Леся тыкала меня в бок. Не может быть. Но тогда Славя была не такая. флэшбэк флэшбэк в этот раз быстро прошёл, и я всё ещё смотрел на улыбку Славе. Конечно, и сейчас вынесу. Она скрылась за дверьми склада. флэшбэк сегодня, а вот до этого мы стояли тут. тоже Славя форму выдавала. вышла Славя с двумя комплектами формы. Вот, возьмите. Надеюсь, что ваши размеры. Спасибо тебе большое, Славя. Будет через пять, четыре, три, что? Два, один. В этот момент я увидел девочку с красными волосами, которая со всех ног неслась к складу. За ней бежала девушка, наверное, нашего возраста с рыжими волосами и недобрым выражением лица. Мне не хотелось вставать у них на пути, но первое, то, что мелкая, явно пилила в сторону склада. Я только успел отскочить в сторону, как мелкая пронеслась мимо меня. Еще секунду, и она бы проскочила внутрь склада. Но тут вдруг Славя ловким движением схватила ее за ухо. Ой! Улька, сколько раз тебя просила не носиться так? Что ты опять натворила? Вторая успела остановиться и стояла сейчас рядом со свирепым выражением лица. Славь, забери у нее то, что она украла. Ну, то воровка подлая. Алиса, ну, сколько можно уже? Все время одно и... Все время то одно, то другое. Ты ее еще и поищряешь. Та, которую звали Улька, и смущенно дала Славе книгу. Ну, все веселье и так испортили. Улька, ну, ты уже взрослая, не пять лет тебе. Зачем таскаешь чужое? Как некрасиво. Улька стояла и ничего не отвечала, тупив в землю. Та, которую Славя назвала Алисой, подошла и вырвала из рук Славе книгу. Я успел заметить, что это толстая книга для записей. Дневник. Улька, еще раз мою вещь тронешь, выставлю с домика, на улице спать будешь. От ваших глупостей и одни проблемы, Алис, ну, образум ты ее и сама не подстрекай. Тут я увидел, что Алиса в лице меняется. Она выглядела виноватой. Славь, я же не знала, что она стырет мой дневник. Не говори Ольге, пожалуйста. Для тебя она, Ольга Дмитриевна, что за неуважение? Алиса вскипела. Знаешь что, да мне пофигу, поняла? Хоть что хочешь ей рассказывай, если ты такая доносчица. Славя выпустила из рук Ольку. Мне не понравилось, как она сжала кулаки. Я решил не стоять в стороне и встал между ними. Когда я что-то хотел сказать, со стороны Алисы вдруг почувствовался удар и упал. Почувствовал удар и упал. Да его за что? Мда. Хороший удар. Я с трудом разомкнул глаза. Надо мной склонилась Алиса. Лицо ее было беспокойным. И я понимал почему. Если бы я не был тренирован, другой на моем месте валялся бы в отключке. Дальше произошли еще более странные события. Рядом со Славей неожиданно появилась Лена. Видя ее гневное выражение лица, Улька отошла в сторону. Лена подскочила к Алисе, но прежде чем кто-то успел что-то сделать, среагировала Алися. Она своей рукой остановила кулак Лены, буквально в десяти сантиметров от лица Алисы. Алиса отскочила. Алина решила больше не атаковать. Хотя лице ее было в гневе. Никогда не смей его трогать! Это было странно. У меня опять дожаве или я сам придумал себе что такое уже было, хотя не было. Мне кажется было, но без Алисы рядом. И тогда Алиса нехило так отхватила. Клуб боевых пионерок. Тебе ж такие нравятся, а? Не смешно. Алиса все стояла рядом с Леной на случай, если Тоснова попытается броситься в сторону Алисы. От тебя и встречу с Кладом. Я устал. Славя пребывала в шоке. Алиса пряталась за спиной Алисы. Улька пряталась за деревом. Алиса Лена вдруг стала просто обычным. Грустным. Девочки, пожалуйста, не надо драк. Зачем? Можно же просто поговорить. Не спускай ее с рук. Она всегда новичка убьет. Я хотел сказать, что пропустил удар просто от неожиданности, но не стал. Он прав. Не зачем драться. Это все на крайний случай. Славя опомнилась от случившегося. Она подошла к Лене. Я думал, что сейчас будет пощучина или ругань, но... Ой, вей. Славя обняла Лену. Мы все были в шоке. Я, Олеся, Улька, Алиса. И сама Лена тоже. Лен, тебе тяжело пришлось. Не нужно так. И тут я увидел вдруг, что на лице у Лены выступили слезы. Она тоже приобняла Славю. Потом Лена из... Славя увела Лену. Дав мне что-то в руки. Я сначала ничего не понял, но Славя уже издалека сказала. Леша, выключи свет на складе и закрой его. Пожалуйста. Она дала мне новичку доверила закроить склад. Алиса уже тоже отправилась от случившегося и подошла ко мне. А ты молодец, новенький. И ты тоже, сказала она Алисе. Алексей. Алисе. А я Алиса. А это мелкая хулиганка Ульяна. Ульяна вышла из-за дерева. Приятно познакомиться. Разве что способ знакомства странный. Алиса виновата смотрела в сторону. Ты уж извини, что я тебя так не хотела. Меня Славя просто вывела. Тут ты выскочил на пути. Ничего, заживет. Что вы с ней не поделили? А ты не видел? Она всей себе такая важная вторая шляпа прямо. Командует тут шляпе доносит все. Я так понял шляпа эта ласково вожатая. А говоришь, что не педевики а ой все. Ты мужик, а не баба. Несправедливо. У мужиков тоже должно быть право на ой все. Вот это точно. Тем временем Алиса замолчала, вероятно, увидев синяк у меня на лице. Знакомство на потом. У вас тут есть медпункт? Да, пойдемте. Еще раз извини, я правда не хотела. Бывает, чего уж. Я сначала выключил на складе свет и закрал большой замок на дверях ключами славе. Потом Улька побежала вперед. За ней шла Алиса, показывая дорогу и постоянно поглядывая на меня. Мы шли с Алисей рядом и кажется, о самой ситуации никто говорить не хотел. По дороге мы услышали сигнал на ужин, но все же решили до медпункта дойти. Медпункт был очень похож сам на себя. Не знаю, почему я так решил. На это здание с флагом просто идеально подходило. Нет, я его видел раньше и не спутал бы ни с чем другим. Стоп, там было еще кое-что, вернее, кто вспоминал из грудь. А потом медсестра. Красивая? Красивая? Откуда я помню? Это вообще интересно, я только сейчас вспомнил. Неужели у тебя с ней было? Чего было? Ну, всякие трик-трак, шпили-вили. Чего ты взял? Не удивлюсь, если было. И не помню такого у себя. Я не помню такого у себя. Алиса постучала в дверь. Войдите. Мы вошли внутрь. Стандартный медпункт вроде даже в послесоветское время видел такие в лагерях. Только тут все было чистенько, чистенько и аккуратненько и ни трещинок в краске, ни потеков. в не 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 львов. Велка умеет прятать трупы и вытирать на чистокровь. Че? Шутка, Леш, не принимай. Антимозгин бы принять, чтобы избавиться от тебе и твоих шуток. Хоть хотя про кровь непроверенная информация. Кто с ней якобы был вместе рассказывали всякое. Ой, не верю я тебе. Меж тем я внимательно рассматривал медсестру, которая встала из-за стола с записями. В халате на шикарных форм теле, глаза разного цвета. Очень красивая. Нет, я обычно не любитель женщин старше себя, но вот именно но 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 она бы тебя оседлала. Пошляк озабоченный. Здравствуйте, пионеры. С чем пожаловали? Да вот. Алиса смущенно показывала на мой синяк. Короче, обычное дело. Алис, ну опять ты за свое. Нет, чтобы целовать парней. Ты их лупишь? Виола, я случайно. Сейчас обработаем, Алиса. Хотя нет, лучше ничего не трогай. Виола подошла к шкафчику, достала марлю, какие-то пузырьки и аккуратно обработала мне глаз. Ой, вей. А я взглядом вперился меж половинок ее груди. Это специальная ловушка такая? Ага, все залипают так, хотя вроде как ей это нравится. Вижу ближнее зрение тебя не подводит пионер. значит перед отбоем придешь сюда обработай глаз еще раз, но так свободен. В этот момент обычно крутится мысль и тут я понял что она мне что-то говорила. Все я услышал. Я наконец поднял глаза и посмотрел Виоле в глаза. Взгляд поднял. Она посмотрела на меня внимательно и отвела взгляд. Тут вдруг случилось что-то странное. Все вокруг застыли, а из Виолы вышла другая Виола. Нихуя себе. Но что это за хуйня мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры